Давай сразу скажем, что людям, что там в Черноце? 318? Сколько там было? 318 гривен 75 копеек. На 25 тысяч 50 гривен 80 килограмм два раза. То есть, от того на 51 гривну. Но вы думаете, то был конец? Нет, то был не конец. Значит, у них начались там местные разборки. Мы стали звездами. Люди начали дивиться. Наверное, иногда критиковать. Зняли видеофильм про ставку того кладовища. Я там сказала, что воно 34 га, они сказали, что трошки больше. Миряти не будем, поверима на слово. Значит, про европейские слова больше никто ничего не сказал. Но чем закончилось? В их дописках я начала коментовать, что неприлично в наш час таки делать. Понятно, что это не большие деньги. Но туда начали писать их мера по ЖКГ, числово коммунального господарства. Звали его Крохмаль. Вот. И он начал писать, что там была ошибка, а то на самом деле было поставлено 4 тонны соли и песка. Чего я хочу это сказать? Он начал писать мне, говорю, все хорошо, принимается. 4 тонны, того и того, и того восемь. ТТН, по товару транспортной накладной, чем привезли? И что? Я говорю, чем грузили? ФОП-1, у него наемных нету. Я же говорю, открываю тендер. Там нету наемных. Там нету товара транспортной накладной. Место хранения, где склад сберегания. И он понимает, что он... Попал. Я говорю, вы когда что-то пишете... Я горбатый. Как же это? Горбатый. Я сказал горбатый. И итоги, значит, потом появлялся директор кладбища, я уже всех знаю, вы чувствуете связи? Анжела Николаева появляется, значит, директор, да, кладбищем, будете знакомы. Там был написано молодой директор, что там моя рвесница, но то не важно. И, значит, она начинает сказать, что у нее Дисну, то было трохи больше. В общем, итоги, когда я в них попросила, ну просто ТТН-ку покажите, и я отсюда ушла. Ну и то, что мовчу, что там код товара нет, и так далее. В общем, все это было вытерто, и люди пропали. И они меня заблокировали в друзьях. В друзьях было? Да, такие были потери. Или это были временные друзья? Не, временные. Временные, да. Значит, заблокировано было, мы показали это все в 19 или там в 20.00 4 числа. А нет, это все 5 числа после обеда, там, что-то между 14 и 16, и они это договор разорвали. И показали, что якобы они это разорвали еще до Нового года. Ну и нет, там ничего не случилось нового. У них появляется новое кладбище, новое товариство, и там уже выставили его какие-то послуги. Это тоже виртуальное кладбище? Я не была. Видишь, я в Википедии даже не нашла. Там, как бы хоть было написано, там зеленый, не зеленый. Там хрестов на 900 тысяч, они что-то купили. Опять взуття. То есть, да, вся тема та же. О, Господи. Все. С Чернецами мы разобрались, да. Ну там еще и генераторы у них были. Мы же должны обслужить всю страну. Мы же не можем браться за них. Вот. Но в Чернецах там какие-то у них внутренние истории с активистами, что последовало далее какой-то у них сильно злопамятный мер оказался. Угу. И он начал там где-то казнить своих людей внутри. Я же уже в теме, я бачу в видео, я же уже их там коментую. И я бачу, что просто начинают нападать на людей, которые где-то что-то начинают находиться. И у них сейчас появились, знаете, такие гонщие псы от СБУ. Новая статья у нас есть, яка всех сажает. Придумаешь себе пост где-нибудь там ВК или кто-то придумает, и тебе устраивает там гонки. Угу. Вот, я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на… Это ты про Мишу Шмаргуна говоришь, да? Про Мишу Шмаргуна. Которого тут люди спрашивают, что происходит. Владимир Шеремет, о чем мы, я объясняю, что на прошлом, в прошлый раз, я советую посадить просто этот эфир, Юля, она разобрала кучу тендеров в самых различных точках Украины. Вот просто методом тыка. Ты берешь, тыкаешь на любой населенный пункт, вот, тыкаешь, попадаешь в этот населенный пункт, ты начинаешь смотреть тендерную документацию и, в частности, там, черновцы были один из эпизодов. Только из-за соль, из-за цены, цены на соль. Только из-за цены на соль. Ну что, я же Коле хотела доказать, что соль наша и все, понимаешь? Да, да, да. И вот она, как бы, раскрыла, вот, увидела, что цена на соль завышенная сколько, 318 гривен? 75 копеек. Это надо заполнить. За килограмм? За килограмм. За килограмм. За килограмм. Посмотрите это видео. И то, о чем она говорит, это последствия этого видео, потому что, ну, они там начали шевелиться, а местные активисты, вот, Михаил Смаргун, я честно говорю, вот все фамилии, которые она говорит, я никого не знаю этих людей. Так я их не знаю. Да. И Михаил у меня там оказался в подписчиках и даже в друзьях, но мы с ним там особо не списывались никогда, то есть я посмотрел там, я его не знаю, честно говоря. Если бы я не выбирала соль, я бы никогда не нашла вот эту проблему. Я просто следила и выслеживала, что, почем по соли для того, чтобы иметь представление. Так вот, он сделал репост, я так понял, этого видео, да, или что он тут сделал? Сделал репост или пока, и начал раскручивать эту тему. Он еще начал, знаешь, чего началось? Он начал бороться против ОПЗЖ, чтобы проголосовали местные депутаты против ОПЗЖ, и у него тогда начались еще проблемы. То есть он один из первых поднял то, что ты сейчас поднял в декларации, вот в этой петиции. Да. И, соответственно, пошло-поехало, то есть начинает кто-то проявляться, сразу начинают вешать на них какие-то ярлыки, либо возбуждать уголовные дела, либо отправлять на фронт. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что это, не то, что мне кажется, это неправильно, это не демократично, это не практично для страны. Потому что, если нет обратной связи от народа, то потом происходят страшные вещи, которые всегда происходили в нашей истории. Вот, и, соответственно, ну, я как минимум думаю, что правоохранительные органы должны обратить внимание на эту ситуацию, правильно ли прессуют шмаргуна, да, Михаила, вот, нет ли там какого-то шкурняка, потому что ты же мне говорила, что муж этой женщины… Это мне там, я прочитала, что якобы у них там есть родословно-кумовское представительство в этом СБУ, и они там все как-то где-то связаны. И, соответственно, ну, город маленький, вероятно, вероятно, там они начинают бороться, но тут уже другое, понимаете, мы все тут все время боремся, что какой-то не туда Арестович, тот не туда, а мы приезжаем черновцы, а у нас там находится свой Путин, который ищет своего Навального, понимаете, ищет свою Росгвардию и начинает бороться. Чем мы отличаемся? Мы пытаемся быть правовым государством, мы пытаемся показать, что мы европейцы, а на самом деле мы демонстрируем местечковость путиноицкую какую-то, понимаете? Мы ищем виноватого не там, где он есть, и назначаем претензии не к тем, кому надо назначить. Спасибо.